В эфире новость Анапа Регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Анапа всегда была многонациональным городом, всегда была гостеприимным городом. Анапа многонациональная. На курорте широко и ярко отметили День народного единства. Очень много стихов у меня посвящено и морю, и Анапе. Души прекрасные моменты. Анапская поэтесса о жизни, творчестве, о планах на будущее. Я сейчас держу вот эту штуку, у меня дрожат пальцы, я понимаю, что это непростое дело. Ночь искусств. В Анапе прошла всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция. И начнем с главного. Рост туристического потока, а также значительное увеличение объема в ключевых отраслях. Глава курорта Юрий Поляков подвел итоги экономического развития муниципалитета по итогам 9 месяцев в интервью крупнейшему на Кубани экономическому изданию. Главный итог – 5-процентный рост туристического потока. С января по сентябрь Анапу посетили 3 миллиона 800 тысяч отдыхающих, а еще более 900 тысяч побывали в городе-курорте с однодневным визитом. В первый год эксперимента по введению курортного сбора анапские предприятия перечислили 15,5 миллиона рублей на 2 миллиона больше от запланированного. На официальном сайте муниципалитета большинство жителей высказались за то, чтобы направить эти средства на реконструкцию центральной набережной Анапы. Об этом глава курорта Юрий Поляков сообщил в интервью «Росбизнес-консалтинг Кубань». Ранее в интервью этому же изданию он обратил внимание на то, что главный вызов сезона – открытие Крымского моста Анапа встретила достаточно уверенно, используя одно из главных преимуществ – самую большую линию пляжей на Черноморском побережье России. «Человек, приезжая на пляж, должен чувствовать себя комфортно. Это должны быть зонтики, должны быть лежаки, должна быть вода обмороженная. То есть он должен взять какие-то волейбольные площадки. Мы пытаемся добиться того, чтобы пляжная территория соответствовала именно настоящему пляжу. На сегодня у нас есть пляжные территории, те, которые действительно на них можно равняться, смотреть». Значительный рост, более 15% в этом году показали основные отрасли. Санаторно-курортные комплексы, розничная торговля. Логистика почти удвоила объемы, а производство в строительном секторе выросло более чем в полтора раза. Более чем 2,5 объема прибавило общественное питание. Здесь рост связан в том числе с результатами работы предприятий быстрого питания, а также комбинатах при здравницах. В прогнозе на ближайшие годы заложен рост объемов по отраслям в среднем на 5%. По итогам 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост экономики муниципалитета составил 108,8%, выше планового показателя на 3,8%. Глава курорта подчеркнул, что итоги позволяют профинансировать в полном объеме все статьи бюджетных расходов. Александр Ребекко, Анапа-Рио. Один из самых главных праздников страны состоялся в минувшие выходные. Многонациональная Анапа отметила День народного единства десятками хороводов, больших и малых. Гостей праздника поздравили представители администрации и совета муниципалитета. На центральной площади Анапа многонациональная, атмосфера теплая во всех смыслах. Сверху нас радует такой погода, я думаю, что и люди, посмотрите на людей, на детей, здорово. Погода просто соответствует нашему прекрасному празднику. Первый заместитель главы курорта Сергей Петров на молодежном этническом фестивале. Осетины, казаки, крымские татары, армяне, греки, студенты филиала Московского педагогического госуниверситета представили казахов. Жизнерадостные, всегда улыбаются, доброжелательные люди, очень отзывчивые. На столе лепешки, чай с молоком, манты и плов. Блюда, которые любят и готовят почти в каждом уголке многонациональной страны. Кулинарный фестиваль не только на радость гостям праздника, но и своеобразный смотр курортного общепита. Сергей Петров отметил выпечку, по его словам, сделанную с душой. Тоже можно сказать и про работы анапских мастеров. Ложка из можжевельника. Ручная работа пахнет смолой, природным антисептиком. У Надежды Георгиевны изделия, выполненные в самых разных техниках, начала с плетением ковриков, когда работала в детском саду. Такой праздник, если я что-то сделаю. Я очень долго любуюсь на это все. Не знаю, откуда это берется, вся фантазия, откуда это из головы, не знаю. В разгар гуляний на театральной площади тысячи жителей и гостей города-курорта. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ От имени главы муниципального образования, город-курорт Анапа, Юрия Федоровича Полякова, поздравляю вас с государственным праздником, Днем Народного Единства. Анапа всегда была многонациональным городом, всегда была гостеприимным городом. Я хочу вам пожелать в этот день, чтобы мы чтили традиции предыдущих поколений и также их продвигали вперед. Хочу от имени городского совета сказать всем огромное спасибо за то, что вы пришли на этот праздник. Поблагодарить вас за то, что вы патриоты России, за то, что вы все делаете для того, чтобы Россия наша, Анапа наша процветали, становились богатыми, крепкими. Пока шел праздник, юные казаки выставили посты у русских ворот, оставшихся от турецкой крепости Анапа, а также могилы павших при ее штурме. Среди юношей есть те, кто намерен поступать в военные училища, чтобы защищать независимость единой многонациональной страны. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. И еще одно мероприятие, которое нельзя пропустить. Анапчан приглашают поучаствовать в конкурсе социальной рекламы. Отбор лучших видеороликов, плакатов, информационных листовок и статей по профилактике здорового образа жизни проводит Министерство образования, науки и молодежной политики края. Анапчане могут направлять свои заявки на электронную почту, указанную на экране с пометкой «Заявка на конкурс социальной рекламы до 26 ноября». Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на Кубанском молодежном портале. Его адрес также указан на экране или по телефону в Краснодаре 253-51-21. Анапская поэтесса вернулась с 9-го международного литературного фестиваля с золотой наградой. Лариса Каменщикова стала лидером номинации «Поэты-маринисты» и покорила мировое жюри яркими образами своих стихотворений. В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» она со сцены прочла свои лучшие строки вместе с другими анапскими поэтами. Образность – главная изюминка в стихах Ларисы Каменщиковой. По словам поэтессы, слушателей нужно заинтересовать и позволить им додумать общую картину самостоятельно. Морские русалки, играющие в бушующих волнах дельфины и песок анапского побережья – эти и другие образы появляются в стихах Ларисы Георгиевны. Наверное, не случайно, все-таки тоже живем на берегу моря. Я очень люблю море, вообще люблю Волгу, я на Волге выросла, полюбила море. И очень много стихов у меня посвящено и морю, и Анапе. И сейчас даже практически готова уже книга, у меня четыре поэтических сборника выпущены в печати, и сейчас готова пятая книга, которая целиком и полностью посвящена Анапе и морю. Не так давно Лариса Каменщикова вернулась с 9-го международного литературного фестиваля «Чеховская осень». Как говорит поэтесса, поражала география участников и членов жюри. В Ялту съехались писатели из более чем 25 регионов России – Белоруссии, Украины, Германии, Сирии и даже Колумбии. Все говорили на одном языке – языке поэзии. В этом году в конкурс была введена новая номинация – поэты-маринисты. В ней Лариса Каменщикова заняла первое место. В Анапе ее ждали поклонники литературного творчества. Слушая Ларису Георгиевну, ее стихи, вот они, знаете, они пахнут свежестью, молодостью, задором. Они вдохновляют. Я не знаю, я вообще люблю поэзию. В Анапе уже более 50 лет действует творческое объединение «Парус». В его состав входит полсотни талантливых писателей и поэтов. В этом году была открыта секция авторской песни. Объединение не раз проводило концерты и приглашало поэтов-песенников из других городов. В рамках акции «Ночь искусства» в Доме культуры Родина состоялся литературный вечер. Пять анапских поэтов прочитали свои лучшие стихи об уходящем времени года и наполнили зал атмосферой золотой осени. Власта Царева, Ксения Осипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В «Ночь искусств» в свои двери открыли и анапские библиотеки. Ежегодная всероссийская акция проводится в храме книги уже пять лет. «Вдохнови искусство в жизнь» – главный девиз года. Читатели увидели яркий калейдоскоп творческих идей, начиная от театральных представлений и заканчивая полезными мастер-классами. Вязание далеко не только женское дело. Сотни лет назад это ремесло имело сугубо практический характер. Рыбаки сами плели сети и снасти. Так появилось любимое многими хобби. В «Ночь искусства» в детско-юношеской библиотеке организовали мастер-класс по вязанию крючком. Как правильно держать нить, сплести косичку и связать петельку – это база, необходимая начинающим рукодельникам. Мне показалось, что оно такое самое интересное, самое тяжелое. Просто хотелось что-то попробовать. Хотел посмотреть, насколько это вообще возможно, хотя бы крючочек связать. У меня просто никто никогда не вязал, мне просто интересно, тяжело это или нет. Но я сейчас держу вот эту штуку, у меня дрожат пальцы, я понимаю, что это непростое дело. Мария в детстве научила вязать бабушка. В более осознанном возрасте рукодельница уже сама взялась за крючок. Начинала с таких же простых элементов. Теперь в ее портфолио фотографии десятков игрушек, сделанных своими руками. Качество не хуже, чем у фирменных вещей в магазине, к тому же сделано с любовью и вниманием. Я всегда старалась делать, даже самые элементарные открытки, я старалась делать своими руками. То есть я всегда в это вкладывала в душу, так же, как и вот здесь все связано с любовью. И на самом деле я вижу восторг в глазах. Я вижу, что им приятно, что они с благодарностью, с какой-то вот, с какой-то вот, они понимают, что то, что для них сделано, оно все равно сделано с любовью. И даже люди, которые просто мне на заказ спросили какие-то вещи, чтобы я им связала, у них был восторг вот реально. Программа для взрослых в Центральной библиотеке также объединила множество арт-площадок и мастер-классов. Посетители студии японской культуры познакомились с правилами создания сада камней и национальным искусством составления кибаны. А для любителей театра юные актеры показали пантомиму. Ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица. Литературному искусству была посвящена встреча с анапскими писателями и поэтами. Завершил ночь концерт, на котором были исполнены всеми любимые песни 20 века. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких.